Всем добрый день дорогие друзья, уважаемые зрители YouTube канала компании Ямаркетс, на связи Михаил Ричер и мы продолжаем наш открытый микрофон, продолжаем наш макро трейдинг торговать и зарабатывать в период карантина. Все-таки на улице в Киеве по крайней мере карантин, все заставляют ходить в масках, собственно на YouTube я тоже в маске, чтобы от меня не зародились всякими вирусами, а только положительными эмоциями и хорошими прибыльными знаниями, возле чего вы сможете торговать и зарабатывать на рынке. Поэтому давайте разберемся какая у нас на данный момент ситуация, что происходит в мире, в экономике, в финансах, чего нам ожидать от валюты, чего нам ожидать от фондового рынка, от нефти той же. Сегодня страстная пятница, поэтому США выходной, как ни странно я записываю это в пятницу утром, поэтому вы сможете уже посмотреть фактически все сделки в режиме реального времени. И давайте будем приступать. С чего начнем? Начнем, пожалуй, с того, что происходит на данный момент в экономике. В принципе, за неделю особо ничего не поменялось. Вчера была из самых таких важных новостей, это встреча ОПЕК+. Договорились, что на два месяца сокращают добычу нефти на 10 миллионов в день. И дальше будут плавно снижать потом два месяца на 8, потом два месяца до 6. То есть вот такое будет идти плавное снижение добычи нефти. В принципе, это должно было положительно сказаться на ценах на нефть, но, как вы видели, цена на нефть вчера упала в зависимости от сорта нефти от 8 до 9%. Что, в принципе, не особо-то и хорошо, но я думаю, что там уже сатурны, когда начнутся на нормальные торги, то у меня постепенно-постепенно восстанавливается. Хотя особого спроса, как таково, на нефть и на данный момент и нет. Сейчас его в основном покупают спекулянты, которые смотрят, что, блин, нефть 20, давайте ее купить, потому что будет 60, заработаем 3 икса. Это примерно вот такая на данный момент ситуация с нефтью, поэтому надо быть с ней очень внимательным. Пока ждем, ну, собственно, я расскажу потом по технике, покажу, где заходить и что делать. Дальше. США. По США картина осталась неизменной. Давайте я лучше покажу, чтобы вам не рассказывать на пальцах, потому что думаю, как вам это показать, но не получится так просто. Так, по США, смотрите, деньги в экономику вливают, денежная база растет, баланс Центробанка растет, еще данные не до конца обновились, они раз в месяц обновляются. Но, в целом, количество денег в экономике растет, это раз. Второй момент. По инфляции на данный момент, как видим, у нас 2-3%, в принципе, и не ожидается, что она будет расти, наоборот, 10-го числа у нас выйдут данные по инфляции. А, 10-го, сегодня, собственно, увидим уже актуальные данные. И ожидается, что вообще она упадет до 1,6%. В принципе, я тоже думаю, что инфляция подупадет. Нет особого, ну, нет оснований на то, чтобы инфляция слишком сильно выросла и уж тем более выше, чем 2-3% год к году. Поэтому, пока, я думаю, она будет стабильна, раз будет стабильная инфляция, это все приведет к тому, что у нас будут, ну, в связи с тем же, вернее, что количество денег в экономике выливается, инфляция в пределах таргета на уровне 2%. В принципе, производство начинает постепенно уже восстанавливаться, в принципе, на следующей неделе мы увидим более точные данные. Понятное дело, что бизнес-конфиненс у нас упал, ну, и логично, что после таких запретов и карантинов, логично, что и производство тоже упадет. Но это уже все заложено в рынок и, например, за тот же февраль месяц, за март еще просто данные не вышли, на следующей неделе они как раз выйдут и посмотрим. Но даже за этот период мы видим, что производство начинает восстанавливаться в Штатах. Да, мы сейчас видим провал, ну, такой же провал, как и во всех странах. И если этот провал будет в пределах ожидания, то в таком случае будет расти и фондовый рынок, и будет падать американский доллар. Вот, что самое главное, американский доллар сейчас больше рассматривается на падение. Собственно, одной из главных причин того, что их очень много. Их просто напечатали сейчас огромное количество. И по предварительным расчетам, если еще неделю назад было около 5 триллионов, то сейчас уже свыше 10 триллионов долларов по всему миру есть денег новых, которые влиты для стимулирования экономики. Но это не только американские доллары, это я просто перевел в валюту. Это и в Японии, и в Европе. Европа, вот там 3-2 триллиона евро сейчас будет дополнительно вливать путем выкупа корпоративных и гособлигаций. Штаты еще дополнительно. ФРС вчера заявил, что на 2-2 триллиона еще валют денег. Это просто баснословные деньги, которые размуют полностью ценность доллара, которые разгонят инфляцию во втором, не квартале, а полугодии 2020 года. И как результат, это все положительно скажется на росте цен на акции, которые мы... Кстати, нефть, нефть потом разберем, где наши СМП-500. На росте цен непосредственно на акции, потому что, как видим, уже пошло, практически половина падения уже восстановилась. То есть общий рост, кто заходил вот здесь где-то на основном минимуме, извините, 26% за пару дней. Вот, поэтому пока рынок ожидает дальнейшего роста, но тоже по фонду Мугронг есть такая тонкость, на следующей неделе выходят отчеты. По отчетам что интересно? Все отчеты, те, которые, данные, которые сейчас выйдут, они в принципе уже заложены в цене. Но важно другое, важно гайденс, прогноз тот, который будут давать про компании на следующие кварталы. И если этот прогноз будет сопоставим с тем прогнозом, который дали аналитики, в таком случае фондовый рынок будет очень классно расти. Если он не будет сопоставим, в таком случае фондовый рынок будет очень классно падать. Поэтому после отчета будет все понятно, куда мы движемся и что мы будем делать. Как показывает практика, обычно после таких падений происходит не такая V-образная кривая восстановления. Обычно происходит падение, восстановление, падение и еще одно восстановление. Поэтому я думаю, что как раз месяц май продавай, как говорится, как раз отчеты заканчиваются. И в итоге мы можем видеть дальнейшие снижения и можно уже постепенно будет подбирать те же фондовые индексы. Кстати, мы с вами его тоже покупали на прошлой неделе, я покажу, как оно все красиво у нас отработало. Все по нашему плану и по нашим с вами разборам. Поэтому по США больше рассматриваем в продажу. Из таких интересных новостей, которые выходили на прошлой неделе, это по Австралии выходила процентная ставка. И в принципе ничего не поменялось, как мы ожидали. Процентную ставку оставили неизменным, продолжают стимулировать экономику. Но теперь смотрите, что интересно другое. А что такое восстановление производства? Восстановление производства – это заново возобновляется спрос на определенные товары или услуги. И соответственно возобновление спроса приведет к спросу на сырье. Это нефть, это газ, это медь, это платина та же, ну и другие все черные цветные металлы. Плюс спрос, понятное дело, пойдет на продукты сельского хозяйства. Это пшеница, кукуруза. То есть все, что мы кушаем. Так, и теперь смотрите, такой момент. Сырьевые страны, такие как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Россия, Украина в том числе. Они живут, собственно, вернее ВВП этих стран, зависит от цен на данные товары. Потому что основную выручку стране, собственно, делают компании, которые этим занимаются. И как результат у нас идет рост ВВП страны и рост прибыли компании. Раз идет рост прибыли компании, укрепляется, собственно, ну это длинная цепочка. В целом идет и укрепление той же валюты. В результате, что мы видим, что если пойдет данное восстановление, то такие валюты, как, собственно, я обозначил, рубль, Австралия, Новая Зеландия, Канада, тем более Канаду мы еще на прошлом занятии разбирали, они пойдут на укрепление. Вот, по Швейцарии и Японии пока тут под вопросом, но они больше рассматриваются в продажу. Мы на прошлом занятии, на прошлом эфире с вами разбирали. У меня просто уже привычка всем говорить занятия. Так, на прошлом эфире мы с вами это разбирали и пока особо ничего не поменялось, кроме Австралии и Новой Зеландии. И валютная матрица на следующую неделю, а возможно и больше, будет выглядеть вот таким вот образом. То есть все, что касается доллара, можно рассматривать в покупку. То есть единственное, что евро и фунт, они такие таберзные. Но глобально евро на данный момент, исходя из даже того же технического анализа, больше рассматривается на покупку, чем на продажу. А американский доллар, учитывая все, что я выше рассказал, рассматривается на продажу. Поэтому доллар больше на продажу, а все остальное по отношению к доллару на покупку. Ну и кроссы имеют вот такой вот прекрасный вид. Так, это коротко про то, что у нас сейчас в экономике. По нефти, собственно, договорились с сокращением так, как и говорил нам Трамп. Поэтому цены уже давно были отыграны. И мы увидели падение. А по остальным валютам с вами давайте перейдем на наш терминал. Итак, если коротко, что у нас на данный момент по счету. Сделки некоторые я позакрывал. В частности, это продажа евро-аут, то, которую мы держали. Почти дошли до тейка. Буквально один пункт там вроде не дошли. Я его закрыл чуть раньше, вот перед нашим записью данного эфира. Дальше. Закрыл NASDAQ. Сейчас я вам покажу. Так, вот он наш. NASDAQ, NASDAQ, NASDAQ. У нас была такая сделка. Закрыл я ее вчера, после того, как красиво выросли. Собственно, закрыл перед выходными. Имеем тоже небольшую прибыль. Так, продажа была еще фунт канадца и доллар-рубля. Доллар-рубль, не помню, это я вам показывал или не показывал, но на всякий случай вам покажу. Доллар-рубль. А вот она есть. Буквально пару пунктов. Вернее, даже не пару пунктов, а один день не дождался, чтобы его закрыть по тейку. Потому что была не совсем понятная ситуация. Пока тенденция пару-рубля с этим не сойдет. Так, и фунт канада. Тоже его закрыли. Вот он наш. После продажи на прошлой неделе. Собственно, идеально его провалили. Очень круто вниз, поэтому я его решил закрыть. И аут канада у нас тоже закрыли. Мне кажется, это мы с вами давно уже закрывали. Еще на прошлой неделе. То есть пока ситуация такая, что мы с вами 8333 доллара на данный момент уже зафиксированы. Плюс 93 долларов примерно. У нас по эквити. То есть 8,428. Если сейчас закрыть все сделки, то по отношению к начальному депозиту, мы имеем плюс 68-56% прибыли. То есть надеюсь, кто меня внимательно смотрел, с самого первого занятия уже должны были и получить основы торговой стратегии макротрейдинг и должны были уже вместе со мной заработать. Как я и сказал, я не работаю по каким-то там графическим прекрасным моделям, дожидаюсь какие-то полосочки и тому подобное. Я работаю так, чтобы зарабатывать деньги и думать, на чем можно сейчас заработать. Так как основные наши доходы мы получили с чего? С снижения индекса страха. То есть помните, мы его продавали практически на самых максимумах на всех вот этих откатах. И он еще продолжает падать. Я думаю, мы еще ниже пойдем. Это раз. Второй момент. Сейчас я вам не рекомендую его продавать, на всякий случай. Потому что, может быть, падение по S&P в итоге VIX вырастет. А вот тогда мы его продадим с вами тоже. Потом покупка NASDAQ, которая была логична, понятна и обоснована. И дальше что у нас? Из последних это Евро Аут. Мы с вами успешно его продали. Где он наш? Так, Евро, Еврокат. Еврокат, кстати, в работе. Пока еще держится. И Евро Аут. Который мы тоже с вами, смотрите, как долго вы сидели, но в то же время забрали 1095 пунктов. Ух, прикольно. Слушайте, я это никогда не считал, эти пункты. Так, сейчас я хочу попантоваться. Это же все считают в пунктах, да? Так, Евро Аут. Мы его продали по цене 1.83.22. 1.83.22 минус 1.7247. 1.7247. Ё, ребят, по одной сделке 1075 пунктов вы сидели. По четырех знаков. 10750 пунктов по пятизнакам. Чем во мне охренительная сделка. И таких, и это не одна. Потому что если считать в пунктах, то мы очень даже неплохо заработали. Слушайте, я как-то позаморочусь, посчитаю, сколько мы заработали пунктов с вами за все это время. Так, ну пока вот сделки в работе. Сейчас мы их с вами давайте разберем и пройдемся по основным валютам, что нам делать. Так, по Евро. А, по Евро. Евро я вчера такую сделку. Не дождался записи, потому что был хороший сигнал, поэтому зашел пока. Смотрите, глобально можно постепенно в Евро заходить. Стоп за вот этот уровень. Это будет где-то на уровне 10750, 740. Вот в этот диапазон стоп. И в принципе мы можем дождаться дальнейшего роста. И вплоть до того, что даже обновление максимума на уровне 1.14. Это такая более долгосрочная сделка. Но, вы помните, я риски работаю не с такими короткими стопами и тогда, а работаем с доливками. То есть первый заход здесь. Потом у нас есть шаг по Евро. Это примерно 1,5%. Если мы упадем на 1,5% ниже, мы еще добьемся и будем ждать дальнейшего роста. Потому что глобально на долгосрочной перспективе Евро рассматривается именно в рост. Дальше. По фунту. Именно не Евро, а Евро-Доллар. Это важно. Фунт-Доллар. Пока тенденция далее идет вверх. Поэтому ждем. Сигналов, как видите, вообще нет. Поэтому вполне вероятно, после того, как 1,2482 пробьем, то есть все шансы еще дорасти до 1,2729. Дальше. Доллар-Франк. Пока, как мы с вами тоже его видели, он пока во флете. И он будет больше употреблять динамику того же Евро-Доллара только в обратную сторону. То есть Доллар-Франк больше на снижение, скорее всего, пойдет. Но пока сигналов нет, я вам поэтому не особо рекомендую вообще лезть с него. Потому что тут важный такой момент, что как только фондовый рынок пойдет наверх, Доллар-Франк успешно пойдет тоже наверх. Так. Доллар-Иена. Пока тенденция наверх. Тоже пока я бы не трогал его. Потому что мы ровно по центру. Видите, канал у нас такой широкий. Поэтому лучше не заходить в сделку. Он размножит вас во все стороны. Так. Доллар-Иена. Успешно его купили. Видите, была одна сделка, закрыли. Сейчас вторую. Пока тенденция идет наверх. Честно говоря, я не вижу смысла его закрывать. Потому что мы находимся на самых-самых минимумах. Есть все шансы еще дальнейшего роста к нашему тейк-профиту. Поэтому в этой сделке продолжаем сидеть. Так. НЗД-ЮСД тоже хороший рост у нас пошел. Даже от минимальных. Самый минимум покупали. Здесь-здесь. Пока тоже ждем тенденции. Ну, тенденция глобальная наверх. Мы как раз разбираем, что в Новой Зеландии смотрится больше вверх, чем вниз. Поэтому тут, если любитель из прикульнуть, в таком случае, по этим уровням можно пробовать покупать. Сто стопом ниже 0,58-21. Но, я говорю, я работаю больше на долгосрок и с, видите, широкими доливками. Сколько мы здесь высидели. То есть, если почитать пунктов, то мы тут вообще просели на несколько тысяч пунктов. Но в то же время в долларах это всего-то всего пару процентов. А от нашего депозита нам этого вообще никак не повлияло. Так. Поэтому на Новой Зеландии-ЮСД пока ждем. Пока сигналы. Единственное, что выше 0,60-63. Можем его пробовать покупать. Дальше вверх. Доллар-канадец. Тоже идет по нашему плану. Успешно он снижается. Дальнейшее снижение можно ждать где-то к уровню 1,37-1,80. А то и на вот это закрытие ГЭПа, который у нас здесь. Ну, не из-за того, что здесь ГЭПа. А просто как раз эти ценовые уровни плюс-минус адекватные и привлекательные. Единственное, что меня смущает, это как будет себя вести цена на нефть, если она продолжит расти. В таком случае, доллар-канадец дальше продолжит укрепляться, ну, собственно, укрепляться, падать. Вернее, канадец укрепляться, и USD-канада падать, чтобы не перепутали. Так, а вот USD. Тенденция далее наверх. Держим его к нашему тейку. Тут, смотрите, в чем нет. Если резко вырастет к уровню 0,66-58, я думаю, что я все эти сделки закрою и больше в нем сидеть не буду. А так, то пока пусть растет, пока не вижу смысла его вообще трогать. Хотя хочется закрыть все иногда. Так, ну, пока тенденция наверх, и точки входа тоже нет. Как видите, у нас ни по моделям, ни по сигналам ничего нет. Ауткат пока ничего, вообще ничего. То есть тут даже комментировать нечего. Аутфранк. Помните, на прошлой неделе я еще говорил, что сейчас будет хорошая тенденция наверх. Вот пока мы идем четко наверх, и этот верх где-то остановится по цене 0,62.30, но пока, как видим, сигналов у нас тоже нет. Поэтому я бы не заходила. Аут-иена. Шикарно пошел наверх. Мы его, видите, тут покупали. Второй раз уже недопокупал, поэтому думаю, что тут будет сейчас какой-то флэт. Он будет вот так вот колбаситься. Поэтому тоже его пока не трогайте. Зайдем, в следующий раз расскажу. Так, аут-нзд тут, я думаю, ноу-комментс ждем. Кат-франк. Шикарно. Все идет шикарно пополам. Видите, шикарная расторговка, шикарно выросли, растем. Пока идем к тейку. Тем более, что по Канаде больше рассматривается в покупку. Франк больше рассматривается в продажу. Канада-франк теоретически должен, так как красиво он упал, так же красиво должен и вырасти. В любом случае, мы работаем с доливками. Даже если просядем, то будем дальше доливаться. Так, Канада-иена та же самая абсолютно картина. Канада больше на покупку, иена больше на продажу. Канад-иена шикарно должен пойти вверх. Тут, смотрите, если будете даже заходить, то заходите только с широким стопом или даже не стопом, а с доливками. Тогда у вас будет больше шансов на хорошую прибыль. Так, франк-иэн, все по центру, ничего не делаем. Евро-аут, закрыли его по тейку, все, его не трогаем, пока тем более, что и сигналов нет. Еврокат, пока, смотрите, Канада больше рассматривается вниз, евро рассматривается вверх. Еврокат пока во флэке будет, но если мы пробиваем нижний уровень 1.5191, в таком случае дальше его продолжат еще гнать вниз. Здесь, видите, у нас уже сигналы на покупку рисуются, но это будет такая коротенькая какая-то покупка, поэтому тут, тем более, мы находимся в зоне продажи. То есть глобально, если почитать годовые АТРы, то мы получаем в зоне продажи, здесь нет покупок, здесь лучше дождаться дальнейшего падения, поэтому ждем. Евро-франк, сидим, ждем, видите, волатильность вообще минимальная, ждем, когда наконец-то рванет наверх. Евро-фунт, шикарно вырос, шикарно упал, пока тоже ждем. Евро-иена тоже ждем, пока ничего нет. Евро-нзд, ровно по центру, ничего, фунт, а вот ничегошечки вообще, то есть сами видите, какой широкий флэт. Так, фунт Канадо мы заработали, кстати, сколько пунктов? 267 пунктов, ребята, за пару дней. Фунт франка, ничего, ждем, фунт иена, ждем контейку. В принципе, есть все шансы, что можем подрасти. Тут, смотрите, тут такой важный момент, если вы не заходили, сейчас больше не заходите на покупку. Дождитесь, потому что вполне вероятно, что я во второй половине дня закрою эти две сделки и не буду ждать его к тейку. Так, там дальше выходные пойдут и лучше не рисковать. Вот, поэтому тут тоже пока лучше подождать. Хотя, знаете что, давайте мы вот так вот сделаем, вот эту сделочку мы закроем себе. И вот, а это пусть идет к тейку. Там дальше уже, если что, дольемся. 8 тысяч 439, все шикарно. А это пусть идет к тейку. Так, фунт НЗД оставляем, ничего, ничего, доллар-рубль разобрали. Пока, пока тенденция больше на укрепление к нижней границе 72, а там уже будем смотреть. То есть, пока все идет тоже, видите, по плану ничего не поменялось. Золото, как мы с вами и говорили, на обновление максимумов тоже пошло. Я его не покупал, но я думаю, его посмотрели предыдущие, мой обзор. Там я все это рассказал. Биткоин тоже, видите, и вырос. И сегодня, его послели, там вроде произошла какая-то развилка, да? Ой, не развилка, а этот. Ой, блин, умное слово, халвик. Да, да. Вот. То есть, уменьшилось количество биткоинов. Вот. Я, честно говоря, в эту тонкость не вникал, поэтому не хочу сейчас об этом обсуждать, говорить, потому что не изучал подробно, что там произошло. Поэтому в целом, в целом, собственно, но из-за этого и первые падения, те, которые мы здесь увидели. Но глобально тенденции больше вверх. Но только если заходить, то чтобы появились какие-то сигналы на покупку, хоть по крайней мере по технической модели. Пока их нет. Платина все идет на восстановление. То, собственно, то, что я говорю в самом начале. Сейчас сырье будет постепенно восстанавливаться. NASDAQ – это 100 компаний, самых крупных, которые торгуются на бирже NASDAQ. Биржа NASDAQ – это технологическая биржа, на которой в основном торгуются технологические компании. Вот, собственно, видим, как красиво наши технологии растут вверх, и они еще будут подорожать, расти. Но я рассказал в самом начале видео про то, что по Фонде в целом ждем следующей недели, и там уже будет понятно, сильно мы вырастим или очень сильно мы вырастим. То же самое и с индексом страха. Если что-то пойдет плохо на следующей неделе, по отчетам, в частности, по прогнозам, в таком случае страх увеличится. Поэтому лучше его не трогать. Ну и по нефти после сокращения добычи. Смотрите, почему такой провал произошел. В первую очередь Трамп обещал, что будет 10 миллионов в день сокращение, но он не уточнил на сколько. Тут уже уточнили, что всего на 2 месяца. Дальше будет уже не на 10, а потом на 6. Вот, то есть, ну, как бы сойдет на 6, то есть будет увеличиваться на 2 каждый день. Поэтому рынок заложил себе там условно до конца года, что будет сокращение по 10 миллионов баррелей нефти, миллионов баррелей нефти в день. Они сказали, что не до конца года, от всего на 2 месяца. И это все повлияло на то, что ожидания не совпали с фактами. И в итоге, когда ожидания не совпадают с фактами, происходит продажа. Вот то, что мы здесь и увидели. Так, думаю, в целом пойдет дальше еще. Ну, еще, смотрите, что будет. Сейчас канал это 36,25. То есть, по факту, канал очень широкий. И заходить где-то здесь в сделку, но это очень такая опасность. Разве что покупать, так как я и объяснял, на долгосрок. Тогда все нормально будет. То же самое по USO. Тут та же самая картина. Так, если покупать на долгосрок и дожидаться даже обвала к тому же 12 долларов, ну, окей. Вот, я не думаю, что аж настолько его обвалят в ближайшее время. Так, то есть, в целом, по результатам нашего сейчас обзора, мы еще закрыли одну сделку. И теперь наш баланс 8,439, в принципе, сравнялся с equity. Заработали за все время с вами. А, я уже закрыл. 68 с копейками процентов. Сделки закрывали по 1000 пунктов. В принципе, мы молодцы, мы красавчики. Так вот. А вместе с компанией Amarkets мы еще и запустили программу обучения для того, чтобы вы не просто смотрели, как я торгую, но даже и знали, как торговать, зарабатывать и делать деньги по моей торговой стратегии. Сделали отдельную программу, программу, которая включает в себя и макроэкономику, и теханализ. То есть, это построение тех же уровней. Риск менеджмент, хеджирование активов. Вот это мы с вами... Я здесь вообще не показывал, но есть еще некоторые способы, как можно зарегистрировать даже на валюте себя с помощью тех же средств, которые все предоставляют непосредственно торговая платформа компании Amarkets. Поэтому записывайтесь. Это полностью комплексное индивидуальное обучение вместе со мной. Стоимость 900 долларов при пополнении аккаунта от ОР-30 тысяч долларов вам будет это обучение предоставляться бесплатно. Поэтому записывайтесь. Есть возможность рассрочки. Это все вам расскажут уже менеджеры. И будете и торговать, и зарабатывать, и знать, как торговать, и зарабатывать. Тем более, в период карантина, когда у нас на улице выходить нельзя и надо сидеть в маске, то как раз самое время для того, чтобы пополнить свой богат знаний, научиться и в дальнейшем генерировать себе доход от трейдинга. Ведь, сам видите, все это возможно. Вот я вам в режиме реального времени показываю. У меня самое главное принцип у ней торговли в том, что не пытаться какую-то там торговую стратегию прям отобрать по графикам, по полосочкам, по всяким вот этим хератене не нужно, а именно так, чтобы зарабатывать деньги из той неэффективности рынка, которая на данный момент сформировалась, и то, на чем можно сделать деньги. И генерировать по нескольких тысяч пунктов за одну сделку. Поэтому торгуйте, зарабатывайте, записывайтесь на обучение. И ссылка, кстати, в описании будет во всем этом. И будьте успешны. С вами был Михаил Ричард. Не прощаюсь, потому что мы в интернете, вы меня и так всегда видите, знаете и пишете. Поэтому всего-всего хорошего. Не болейте. Продолжение следует...